Что такое молодежная политика и как ее государство должно реализовывать? И нужно отметить, что именно от молодого поколения зависит и будущее государства. К слову, в России и на Западе молодому поколению уделяют пристальное внимание. Этому способствуют образовательные и молодежные форумы, в которых развивают не только патриотизм, но и молодежные проекты. К слову, один из таких российский форум «Селегер», куда съезжается молодежь из разных стран мира, которых обещают эксперты мирового уровня. Мы не сделали революции, да мы знаем, что это сложно, но мы изменим нашу жизнь к лучшему. Мы Россия, мы это сможем, не забыли мы подвиг прадеда. Ну а сегодня мы поговорим не о России и Западе, мы поговорим о нашем регионе, о развитии молодежной политики у нас в Южно-Казахстанской области. Итак, поехали. Как воспитать будущее поколение Казахстана, будущих государственных служащих и представителей различных профессий, которые смогут продвигать страну на достойное место в числе самых передовых стран мира? Найти ответы на эти вопросы – такую задачу поставили перед собой сотрудники управления по молодежной политике. Ломать стереотипы – главная задача организатора форума. Один из тренингов направлен на развитие логики и воспитанию сплоченности. Ребятам поставили задачу распутать веревку и сделать это нужно в паре. Веревка подразумевает сложную жизненную ситуацию, из которой в прямом смысле этого слова необходимо выпутаться. Мухадин Мамедов, турок по национальности, студент третьего курса, выпутался первым. Парень говорит, главное действовать сообща. В последнем послании президент Назарбаев отметил, что будущее страны в руках молодежи. И в данный момент нужно уделять развитию молодежной политики пристальное внимание. По сравнению с другими странами СНГ, молодежная политика в нашей стране развивается пошагово. Только внедряется система проведения общих слетов молодежи, проведения мастер-классов и тренингов с участием экспертов мирового уровня. К примеру, если смотреть на развитие молодежной политики, сегодня уже можно делать выводы. Результат есть, но и этого мало. С таким многочисленным населением, как у нас на юге, по мнению экспертов, работа должна, как говорится на молодежном сленге, кипеть. Нормально, все, я знаю, метр знаю, метр. А это следующая группа разрабатывает стратегию единства народов. Задание сложное, ребятам завязывают глаза. Необходимо пройти большой отрезок пути по разметкам. Лидер управляет всем процессом. Главное в исполнении задания – это доверие. Цель этого этапа – сплочение команды, именно выявление лидера, который будет направлять свою команду, будет ставить цель для них. И вот этот этап будет показывать, где, как может он применить свои качества, направления. В завершении первого дня форма участники сами организовали концертную программу, все номера, которые в русле заданий форума. Если танцы, то всех народов, проживающих на территории огромной страны. От узбекских танцев до кавказской лесгинки. Это важный проект, он нужен нашей молодежи. Здесь важно не только укрепление дружбы. Именно это поколение должно строить будущее страны. Как говорит наш президент, именно они – наша опора. По итогам молодежного форума Берли ГМС «Жарасхан» выявили несколько лучших команд. С которыми будут работать и дальше. Ну а те все остальные, как надеются организаторы форума, будут активными проводниками в реализации молодежной политики региона. Тем самым доказывая то, что… Мы – будущее Казахстана! Я не могу сказать, что раньше у нас молодежная политика как-то плохо реализовывалась. Наш президент всегда уделяет пристальное внимание молодежи. И вы имеете в виду, что государство наше еще молодое. Но сделано многое. Наши молодые эксперты, между прочим, востребованы и в других странах. А как должна работать система? Это как система повышения уровней. К примеру, пришел к нам в управление простой выпускник школы. Вы же понимаете, что в этом возрасте человек еще не определился, кем ему стать. А мы должны с такими работать. Мы должны указать им путь и дать основу. В каждом районе нашей области есть свои молодежные центры. К сожалению, о существовании которых представители молодого поколения, проживающего именно там, не знают. Почему работа не идет или вообще как она должна реализовываться? Нужно отметить, что из государственного бюджета на развитие молодежной политики выделяются средства. Не все сразу. Есть недоработки. Без них никак. Мы понимаем, что мы не можем разом все взять и наладить. Но мы идем к этому. Давайте сделаем так. Вы сами посмотрите статистику. Наш регион с помощью нашего управления по молодежной политике наша область лидирует в повышении жилья молодым семьям. Мы лидеры в трудоустройстве молодых специалистов. Как у нас в регионе, так и за пределами. А теперь о внимании. Вот вы сами сказали, что нужно уделять внимание. А где вы видели, простите меня, в стране, чтобы чиновники так были открыты с молодежью? Студент третьего курса, Самат Ахмедов, в будущем мечтает стать госслужащим. Молодой человек настойчиво идет к своей цели. Узнав о проведении молодежного форума, он решил принять в нем участие, набраться опыта и поделиться своими идеями. Нас, можно сказать, сближают с государством. Это очень полезная программа, по моему мнению. Потому что, ну, полезные знакомства многие приобрели. Я, например, познакомился с многими активистами с университетов, с разных организаций. Также были семинары и тренинги, которые развивали в нас хорошие, лучшие качества. Более 200 молодых активистов со всего региона на форуме предлагают свои идеи будущего устройства Казахстана. Мастера, в свою очередь, работают с молодежью, указывая правильное русло. На тренинге по бизнес-проектированию участники проявляют себя более активно. С самого начала форума молодые активисты ждали главного мастера и тренера. Тема важная – как работать управленцем на госслужбе. Рассказывает об этом Аким области Бейбута Тамкулов. Ребята слушают тренера особенно внимательно. На государственной службе мы надеемся, что количество молодых у нас будет увеличено. Я бы хотел этого. Потому что молодость, энергия, новые видения, они приносят, наверное, свои результаты. Конечно, на сегодняшний день государственный служащий должен быть очень большим универсалом. То есть ему приходится работать и в сфере социальной занятости, вопросы решать жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, строительства. Поэтому, когда к нам молодые люди приходят с дипломом, например, экономиста или юриста, через какое-то время, через лет пять он уже может быть прекрасным строителем, то есть управленцем, иметь опыт в менеджменте в строительстве, в ЖКХ, или же быть специалистом во внутренней политике. На Шакимобласти Бейбут Бакирович лично принял участие в форуме. Это была интересная встреча. Ребята, вы видели, задавали и каверзные вопросы. Для них важно знать, как работает система. Я думаю, еще немного времени, и наша молодежная политика будет развита на должном уровне, а наши молодежи будут говорить и ставить в пример. Мы планируем ряд форумов еще провести, уже с участием мастеров республиканского уровня. Вот говорят, еще плохо работает система наша. Мол, ничего не делают. А вы слушали самих ребят? Когда я спросил о том, что бы они сами хотели, есть условия, они ответили мне уверенно. Главное желание. А разве не так? Ну что ж, мой молодой друг, ты, наверное, уже понял, что если хочешь добиться цели, не нужно просто сидеть за компом, листая пустые сайты. Нужно себя реализовать. И не важно, если в первый раз не получилось, или закрыли перед тобой дверь, нужно искать выход. А выход ты найдешь. Почему? Потому что ты молодой. Молодежь, мы не серая масса. Молодежь, это творчество, сила. Молодежь, мы редактор жизни. Молодежь звучит красиво. Молодежь, не грубий отбой. Молодежь, не будь пассивной. Молодежь, это мы с тобой.